Жители Московского бьют тревогу в нескольких домах микрорайона. Постоянное отключение горячей воды. И связано это, к сожалению, не с плановым ремонтом коммуникаций. Особенно жалуются на коммунальные невзгоды жители двух 17-этажек. Перебои с горячим водоснабжением начались задолго до массовых отключений. Жильцы куда только не обращались. И в управляющую компанию, и в ресурсоснабжающую. Ответ один. Подождите и все исправим. Нам обещают, что подключат. Подключат. Объявление уже третий раз переклеивают. Обещают, что включат. Вот-вот включат. Но три раза переносить сроки, это как бы уже ни в какие рамки не годится. И у нас нет воды с 3 сентября. Работают с перебоями. Мы не можем просто не помыться, ничего. Вот я с маленьким ребенком. Нам очень тяжело приходится. Считайте, все с тазами бегают, да с чайниками греют воду. А вы куда-то обращались? Да, мы обращались по телефону тепловой блокстанции. Но там даже не берут трубку, просто игнорируют нас. Да, этого тоже были, постоянно отключали. Говорили, что в связи с ремонтными работами какими-то. Тоже странно. Через дорогу есть вода горячая, а у нас нет. Ходим мыться к бабушке. На ситуацию с водоснабжением в микрорайоне обратила внимание прокуратура. Как выяснилось, не зря. Бывший начальник службы госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома номер 14А, зная, что здание не соответствует проектно-сметной документации. В частности, отсутствует индивидуальный тепловой пункт, который отвечает за нагрев и циркуляцию воды. Сейчас изучением ситуации занимается следственный комитет. По данным следствия, подозреваемый, зная, что жилой дом номер 14А, микрорайон Московский областного центра, построен с нарушением действующих нормативов, подписал заключение о его соответствии проектно-сметной документации. Данное заключение явилось основанием для ввода объекта в эксплуатацию и привело в дальнейшем к существенному нарушению прав жильцов на пользование жилыми помещениями. Сейчас на подозреваемого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Впрочем, задержание возможного виновника горячую воду в дома ивановцев не вернуло. О проблеме знают и в городской администрации. Там заверили, что ситуацию всесторонне изучили и сейчас принимают необходимые меры. Ресурсно-снабжающая организация ЗАО ИФТБС в московском микрорайоне, которая владеет сетями, в отношении нее было проведено надзорное мероприятие Ростехнадзором и вынесен протокол о временном запрете деятельности. Данный протокол был направлен в суд и сейчас в суде это дело рассматривается. Сказать, когда в микрорайоне появится горячая вода, в администрации не решаются. Проблему планируют исправить до начала отопительного сезона. На это есть около 10 дней. Взмущенные некачественной услугой жители Московского в праве обратиться в правоохранительные органы и восстановить справедливость в судебном порядке. Максим Серебряков, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.